Ха-ха-ха! Когда этого нет, ну ты ебать не еб Иди! Люди когда этого нет, что за ху**я? Ну, как интересно, как это? Что? А что залупа у тебя? Нет чему открываться Короче, у Вонька не открывается залупа Если кто-нибудь сталкивался с подобной побочкой после солей Ап... напишите в комментарии тут О бл... что я давно короче не общался с моими любимыми дорогими подписчиками, моей аудиторией, как будто я преподаватель какой-то в университете. Оп, всё, звонил мне один молодой человек. Короче, чё, я думал ответить на пару вопросов, которые прямо этот, прям которые меня заебали уже в комментариях, вот некоторые личности. Во-первых, сразу говорю, нет, не существует у меня трека под названием «Шапочка», блядь. Это вы сами себе придумали. И это плохой поц его так назвал. У меня нет такой песни, чуваки. Эта песня, как и многие-многие другие, коих очень дохуя сейчас, потому что работаем почти каждый день с пацанами, выйдет после альбома. После альбома нужно будет переждать, короче, какой-то момент, потому что, ну, вы охуеете от такого количества треков, типа, много, дохуя вам будет. Вот. Это во-первых. Во-вторых, хотел сказать такую вещь. Так, что это, четыре? Какие-то вопросы. Короче, альбом выходит шестого числа, уже очень скоро. И этот, я этот альбом, если что, записал два года назад. Не обессудьте. Ну, такая хуйня. Вот. И год у меня были проблемы некоторые с дистрибуцией. Точнее, не с самой именно дистрибуцией, а конкретно, знаете, вот с людьми, с общением с людьми, типа, с которыми я сотрудничал в этом плане. Вот. И нужно было много всего продумать, нужно было понять, чем я собираюсь дальше заниматься, и с кем самое важное. Вот. Ну, и как только выпал самый удачный момент для того, чтобы залить альбом, я, в принципе, это и сделал. Два года, чуваки, я не выпускал. Два, блядь. Два года назад был записан вот первый трек. И я думаю, что актуальность материал не потерял до сих пор. Ну, разве что там очень много таких, знаете, около слаймовых битов. Там есть биты, знаете, вот с этой гитаркой. Вот вся вот эта вот аутентичная охота. Хуйня. Вот. Ну, если что, YSL, следь, вся вот эта вот движуха. Чего, пишите вопросы сейчас, короче, свои задавайте. Я вот высказался, сказал, в принципе, что хотел сказать. Теперь ваша очередь, я открываю вот эти вопросики. Когда FITS OG Buda? Не знаю, есть материал определенный, но когда вы его услышите, это я гарантировать не могу. Надо все по красоте сделать. Сода, я не прошел тест на ВИЧ. Ты передавал своим слушателям меня... Чего, блядь? Чего это за... Пацан, если ты не шутишь, вот я сейчас вот читаю. Сода, я не прошел тест на ВИЧ, как ты передавал своим слушателям, меня ждет хороший буч. Чувак, если ты не шутишь, то, блядь, я аж загрустил. Желаю тебе терпения, а не сдаваться там, и что там еще делают, когда у тебя ВИЧ. Короче, это жестко. Если этот... Если правда, ну, скинь мне там справочку какую-нибудь, и я тебе жопу скину. Может, тебе это развеселит, подбодрит как-нибудь, не знаю. Так, дальше. Что у нас там? Какое дальше было? Никакое вопросов привалило, пиздец. Когда пострижешься? Вот я не буду отвечать на вопросы, типа, когда пострижешься. Когда МММБ, тоже вам не буду ничего говорить. Когда... Вот, вот это хороший вопрос. Ну, на самом деле, такой себе, но похуй отвечу. Короче, обложка готова, трек готов, все готово. Просто нужно переждать вот этот промежуточек после альбома, чтобы не произошло перекармливание. Вы же у меня, как мои детки, блядь, а я вам вот так вот, типа. Если вы объедитесь, много будет, то уже невкусно будет. И вы такие, ууу, сода, блядь, списался, блядь, хуйня, уже не все, блядь, пока рэп. Будет ли клип на хотбокс? Может быть. Может быть. Я вам даже такую хуйню скажу сейчас. Шепну. Короче. Вообще, по идее, если сильно попросите, если там будете в комментике писать, то с Гриша не должен был бы быть ремикс вообще на хотбокс. Он изъявлял желание, в принципе, отписать кусок. И, так что, может быть, будет хотбокс с Олджи Будой. А вот на него уже можно было бы, наверное, что-то и снять, какое-нибудь стрит-видео. Там заебатая тема, пиздец. Особенно вкусный танчик есть с этими, с огурчиками и укропчиком. О! Так, ебать. Вот я тут вижу, вот, интересно. Сода, вступай официально в Мелан Юзик. Ребят, для тех, кто не понимает, Мелан Юзик это не какая-то коммерческая организация. У нас есть ребята, с которыми мы работаем по дистрибуции и продвижению музыки, называется Си Пласс. Вот я официально состою в Си Пласс в команде, ребят. Но Мелан Юзик это очень личная движуха, связанная сугубо с пацанами из Тюмени. Я пацан из Коми Республики, я не Мелан Юзик, я с Мелан Юзик, это мои братики, я их очень сильно люблю. Не путайте. И на будущее не задавайте таких вопросов, потому что пиздец заебывает. Дальше, дальше, дальше. Спрашивают, сколько треков на альбоме? На альбоме 16 треков. Будут ли треки в стиле Блэс Гад? Нет, не будет. Сейчас. Короче, альбомчик, как написал один из моих подписчиков в комментариях под какой-то фоткой, этот альбом наполнен исключительно позитивными вибрациями. Никакого негатива, никакого... Бля, там... короче, типа, очень будет там все. Ну, пара треков, конечно же, будут разъебные, пиздец, например, с Майотом, например, с Жосом, например, с Ромчиком 163, например... Хотел сказать словом, но нет. Ну, там все треки разъебные, но в плане вот агрессии, какой-то жестокости, там минимум, вот прям минимум, может один-два трека. Вот два трека, наверное, прям с агрессией с какой-то, и есть еще треки, которые, типа, по энергии, типа, прям вообще долбят, прям вот жестко очень. Так, дальше читаю ваши вопросы, что там, с самого начала прям буду. Так, эм... Угу. В конце... Ага. Блядь. Сейчас, сейчас, сейчас. А вот, кстати, этот чувак еще дописал, что я про проект Лиз, это в конце передумал послание слушать, с ним пройдите тест на ВИЧ и трахаться побольше. Ебитесь побольше, только защищайтесь, пожалуйста, там, контрацепция, гандончики, вот эта вся хуйня, ну, вы и сами все, наверное, знаете, они маленькие уже. с локом, с локом, такой себе вопрос, лока, у джирока, отдельный человек, он там, никогда не был моим прям пиздец, близким товарищем, но, сейчас у него особенный период в жизни, если это можно так назвать вообще. Так Вот тоже хороший вопрос Насчет тура Блин, если бы Не было внешних обстоятельств Которые могли бы как-то повлиять Конечно, мы бы уже организовали бы И мой тур И, блядь, у каждого был бы свой тур И совместно бы концерты бы устраивали Мероприятия И я думаю, что До начала всей движухи Карантина Вот этого возобновления Маслечный режим Вот эта вся залупа Короче, мы, наверное, устроим Тусовку С составом Только из меланмьюзиковских пацанов И еще некоторых пацанов Которые Вне этого объединения Но близкие Вот этот пацан там стоит Какую-то веганскую хуйню готовит Э, слышь, покажи что-нибудь В камеру А че готовишь ты? Пойдем А давайте посмотрим Че за хуйню он там готовит Че готовишь? Сука, ляр ты крыса Я суп готовлю Суп из семи залуп Это че такое? Так, смотрим Проверка Блядь, я бы это не стал хавать Да хуле вы, блядь, я бы не стал хавать Но потом похаваю Как нехуй делать Потом съем всю кастрюлю Потом хавают эту хуйню Да вы пидорасы, я знаю Я знаю Вы пиздите Я знаю Пиздите лишнюю хуйню Да короче, никто хуйню не пиздит Пиздите хуйню на эфирах Чтобы заработать баллы перед подчистчиками Ну а подчистчики понимают Что все пацаны между собой дружат И никто ни на кого не выебывается по-ферезке Но Если Кто-то Решил реально как-то Покушаться на хавку Лав 66 Лав 66 может серьезно начать Обижать человека Понимаете? Например, не положить ему мясо в тарелку Например, положить ему мясо в рот Короче, больше я к нему не буду подходить По крайней мере По крайней мере не на трансляции Че еще, че еще есть Че еще у вас по вопросикам Я продолжаю читать ваши вопросы На альбоме будет Лока Уджи Рока? Нет, не будет А какая первая? Тату Тоже очень заебали меня эти вопросы Ребят, я уже очень много отвечал на эти вопросы Еще давным-давно Знаю, что у меня есть новая аудитория Новые люди Так Братик, приезжайте с моё там Сыктывкар Очень ждем Сыктывкар Передаю привет всем ребятам из Коми Всем моим землячкам Люблю вас, обнимаю Спасибо за внимание Спасибо за то, что поддерживаете меня Я в свою очередь тоже поддерживаю Своё родное место Кидаю салам Ухте До 12 лет я жил в Ухте Если чё, а потом Вот Произошли в жизни перемены И мы переехали с семьёй Что делать? Ой, хуйня, вопрос тупой Чуть не прочитал он тупой вопрос Как давно Вот, вот такой есть вопрос Ну, в принципе, наверное, вам интересно будет Как давно начал общаться с Артёмом Майотом? Произошло это Даже хуй знает когда Ну вот Это чё, это, блядь, чё такое Это ты пришёл сводить все мои треки И все мои треки сводить Пришёл братик Он даже не поздоровался с братиком Здорово, брат И чё, три раза? Ты хочешь три? Ты чё сделаешь? Блядь, ты тварь Ты всё равно три, блядь Слышь? Короче Чуть не забыл ответить на вопрос Да, блядь, относительно недавно Даже мы меньше года, наверное, знакомых Хуй знает Просто У Тёмыча У Тёмыча Охуенная музыка И Артём, в свою очередь, тоже так считает про мою музыку И поэтому мы так хуительно с ним спелись Мы с ним братья-славяне Мы продолжение рода славянского Никакого там, если чё, национализма Ничего не подумайте Так, что там есть? Пьёшь? Вот Вот это хороший вопрос Короче, ребят Я не пью уже очень-очень давно Раньше, когда мне было 18-19 лет Я очень жёстко бухал Типа Прям, знаете Блядь, в Бургер Кинге сидел, бомики Разбавлял меринды из аппарата И пил бомики Боярышник Типа Дома сидел И синячил очень жёстко Водку там бухал Ну, короче, это всё грязь И никому бы не пожелал Вот скатиться в такое Вот это очень глупый вопрос Бодигард, это легенда Это владыка Божество, спустившиеся к нам С вершины Чё там, чё там Так Вот это Потому что ему нужно было сфоткаться Для обложечки Я ему дал его потаскать И ничего в этом плохого не вижу Чё-то, 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 чё-то Вот это мега тупой вопрос Вот прям вообще Потому что Альбом будет состоять сугубо Из лирических треков И Раньше у меня было очень много лирики в тексте Те, кто со мной давно Там года три хотя бы Они знают, что Я тот ещё чувственный пацан-романтик И вот Музыкой занимаюсь уже 8 лет Ну это если считать Вот знаете, все попытки Там Малолетнего пацанчика Начать читать Начать что-то делать Вот И типа Уже Уже прямо очень Брат, я уже 2 недели почти не курю Если чё Да-да Так что Ты чмо Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Вот антигадина Вообще красавчик Не буду говорить что там кого Красавчик правильно Очень уважаю таких пацанов Которые в комментах Говорят всяким долбоебикам Типа осадись нахуй И ебало на ноль Не хочу нести никакого абсолютно негатива Но есть люди которые В меру своей недалекости Они не понимают что Вот знаете Лишь бы пиздануть что то Лишь бы вот блять да я знаю О я видел блять я слышал И хули ты слышал блять дурачок Ты вот типа это да видел слышал Ну и радуйся в тишине На хуй ты это другим распязываешь блять Просто вот Ну типа пиздец Знаете когда сливают музыку Это очень неприятно Говорю вам как исполнитель Хочется дать кайф людям В полной мере И передать им все эмоции которые ты испытываешь Когда записываешь песню Вообще че ты вкладываешь в песню Хочешь это передать А вот такие долбоебы Которые типа занимаются Вся как куньей Сливают треки Они очень сильно портят настроение Не только мне Но и впоследствии портят Слушателям Их много уже Я уже не ноунейм какой Ты восходящая звезда Я очень много подписчиков Я блять не может что отъедет Я когда два банана Я когда два банана Я когда там банана О бля Что там еще Да че карти не карти Да какая разница Все же мы люди Белые или черные блять Или вонючие блять Все мы нахуй люди Одинах Так ты получается сверх люди Короче я сейчас Это же я получается Сейчас заканчиваю трансляцию И мы идем с тобой Отвечай на вопрос Отвечай на вопрос Первый вопрос Один вопрос И я отвечу Быстрее У тебя есть возможность Задать вопрос Я могу за него ответить Человек отдохнуть прием Ебану С кем будут фитовать Это мне вопрос Сука С содой конечно же Не будет фита Как это не будет А я же тебе заплатить Хотел за фиг Давай давай О думи О думи Нормально Нормально Пиздец блять Короче Какая то говна у меня На этом На экранчике Ща поверите Донат съебни отсюда Написали Вы думе платите за работу? Нет Никто ему не платит И он самый бедный в крюхе У него ни цента нет вообще Самый бедный Так Именно бедный звук Он бедный Вот знаете Так сказать Он сводит Концы с концами Мой конец Чернокожих сидят Знаешь на студии Как всегда Звукари белые А они всегда Самые бедные Да Вот он расист Именно поэтому Ты и есть Расист Зачем ты сказал Чернокожий А как Афро-американец Темнокожий Тусклокожий Так что еще есть Во Вот это неплохой вопросик Кстати Вот этот вот По Питеру Особо пока что Не скучаю Потому что я живу В Москве Всего Около двух месяцев Типа недолго Вот А все мои пацаны Ну вот именно Самые близкие Не все конечно Не все Есть у меня пацаны Очень близкие Которые остались в Питере Но большая Часть моих пацанов Тоже переехала со мной И поэтому В принципе Нет времени Погрустить Поскучать Потому что Все время в работе Там В каких-то делах И в голове Ну Вообще Нет места Для этого Слава вам Познакомились Я даже не А как вы с тобой Познакомились? Да Что-то я тебе написал По-моему из тех Скинь пизду Написал Нет Написал Что-то прикольно Да Ну и сколько руки Были на связи Я на тебя подписан Дома мы не общались Особо Ну вот Короче Вот так вот И произошло Знакомство С Пинком Так На хуй Дрил На хуй Да не Нет Да реально Альбом Я уже вам сказал Ребят Альбом был записан Два года назад Нет Если я сказал Два года назад Надо было сказать Альбом старый Вот Альбом был записан Два года назад А два года назад Я еще был Я знал только просто Вот знаете Типа Дрил А вот UK Дрил Я еще не знал Еще не слушал И он мне еще не нравился Я еще не хотел его читать Поэтому Заценивали новые песни И у них было желание Заценить то Что я делал раньше И я уверен Что люди Которым нравится Мое нынешнее творчество Обратят на это внимание И там Погуглят Посмотрят На саундклауде Какие нибудь Мои самые первые треки Вот И увидят разницу И увидят разницу И поймут Что я Как Блядь Киста Нахуй Расту Каждый день О Маркус Феникс Салам алейкум Шашлычок Это ты мне напиши В директ Пожалуйста И Обязательно Сегодня только думал О шашлычке Захотелось Шашлычка Объебать Нет Я на базе Не выступаю В Питере Ну не 31 Не 7 Что там будет Я не выступаю Но Выступает Мои пацаны Такие как Олджи Будда И Лав Да Выступает Гришаня Олджи Будда Выступает Ванек Лав И выступает Тема Майот Так что Ребят Скучно Не будет В любом случае Даже без меня Но со мной Конечно было бы Пижа Но это уже Организаторам Надо говорить Согласен Полностью Подписываюсь Под каждым словом Владик Классный Сука Криса Блять Пацюк Мышцы Большие Занимаешься Это не тебе Конечно же Не тебе Бля 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 Слышь А че Как тут Прикинь О Заебись Чувствую себя Иногда Деданом Когда Знаете Типа Не разбираюсь В интерфейсе Очень давно Не проводил Прямые трансляции Вот так вот Вернись В Вологду Мэн Нахуя Мне Вологда Скажи Нахуя Тебе Вологда Все Бой Оттуда Лучше Ну против Вологды Конечно Ничего Не имею И против Людей Конечно же Тоже Ничего Не имею Просто Каждому Своё Захотел Жить В Вологде Бля Без проблем Ты можешь Быть счастлив Где угодно Неважно Бля Вологда Питер Москва Нет Да Да Братан Где соль Дешевле Там Будешь Сейчас Нихуя Соль Одинаково Везде Но В пряности Я нихуя Ничего Извините Пожалуйста Нет В детстве Только Если Когда Сиги А банка У меня Да Нормальная Если Чего Нормальная Ванночка Занимаюсь По возможности Ну типа Главное Отдыхать Еще Правильно И Главное Это Соблюдать Диету Соблюдать Режим Сна Побольше Спать Побольше Отдыхать Тогда У тебя Тоже Будут Издатые Банки А Насчет Этого Блять Клипа На Бич Где Трэп Ребят Средств Было Вложено Вот столько Я заплатил 2000 За Съемку Студии В В Которые Мы Снимали Одна Локация И Мы Сняли В Одной Локации Клип Почему На Этот Трек Просто Потому Что Он У меня Тогда Ну типа Я его Написал И Подумал Блять Это Первый Мой Такой Трек Где Репетативный Припев Где Повторяется Постоянно Одна И Та Ж Фраз До Этого У меня Не Было Таких Треков Вот Ну я Подумал Блин Типа Угар Лайтовенькая Темка Можно Снять Лайтовенький Прикольный Клип В принципе Что Мы И Сделали И Хочу Выразить Огромную Благодарность Радику В инсте Записан Как Роден Райс Я Обязательно Про него Потом Сниму Историю Это Чувак Он Охуенный Оператор Охуенный Монтажер Охуенный Пацан И Блядь Короче И вот Если бы Не он То Не было бы Ни клипа Не было бы Пиздатого Тизера Мы вдвоем Все оформили Все сделали Блядь Очень Мега Крутой Пацан И Если Ты Из Питера Если Тебе Нужен Какой-то Визуал Точнее Не какой-то А охуенный То Ты должен Обратиться Стопудово К нему Вот Для тех Кого нет На трансляции Я потом Отдельно Выложу Пару Историй С упоминанием Так что Можете ему Написать Респектануть Как минимум Даже если Вот Типа Не собираетесь Ничего заказывать Просто Напишите Пацану Спасибо За Качественный Материал Охуенную Движуху Мудит Вообще Прям очень И сальтухи Еще Крутят Ебанутые Так Что еще Есть Бля Как ты Сморкаешься Если Это Хуйня В носу На самом Деле Привык Уже Поначалу Было Вообще Прям Очень Неудобно Потом Уже Привыкаешь Будет Будет Фит С Тимуром Бля Чувак Ты Что-то Проебался Походу Но Типа Напоминаю Что У Тимура В честь В день Его дня Рождения Выходил Birthday Mix На котором Есть Фит Со мной То есть Что ты должен Сделать После Трансляции Зайти В SoundCloud Ввести В строчке Поисковой Трил Пил Перейти К нему В профиль И там Будет Birthday Mix Ты нажимаешь Слушаешь Весь Микс Полностью Потому что Он весь Охуенный Ну и Предпоследний Трек Со мной То есть Там Mix Тейп Там все Треки Объединены В один Предпоследний Кусочек Со мной Че там Че там Че там Че там Смотрю Дальше Смотрю Дальше Как наладить Продуктивность Вот это Охуенный Вопрос И вот Сразу же Вот Вот Этот вопрос Он еще Охуенный Короче Ребят Не курю Травку Уже Две Недели И Перед этим У меня был Опыт Такой Что Ну короче Я очень Жестко Шаблю Я Вхожу В лигу Шабителей Вот Шабитель Зла В натуре Вот Оу-джи-буда Лютый шабитель Зла Я тоже Один из Лютых Шабителей Зла И Курил Без остановки Лет Шесть Наверное Типа Ну и Скуривал Там Ну По трешке По четырешке В жало Наверное Вот И короче Это очень Отупляет На самом деле Прям пиздец И Сейчас У меня Такой Период Когда Я понимаю Что Нужно Расти Нужно Двигаться Бляй Как Никогда Типа И Ну очень Много Конкуренции Очень Много Всего Типа Очень Много Разных Факторов И Травка Она Конкретно Мешает Вот И Если Блядь Вот Раньше Было Модно Так Что Типа О Я Курю Травку Блядь Я Смокер Дахуя Я Крутой Рэпер Бляд Трэп Вот А сейчас Наоборот Становится Популярным Движение Типа Трезвости Грубо говоря Вот И Продуктивность Это Равно Трезвость Но Не просто Трезвость А осознанная Трезвость Когда ты С себя Не выдавливаешь Ее А когда Ты хочешь Быть В этом Состоянии Вот Раньше Я Раньше Я хотел Быть В состоянии Не Трезвости Сейчас Я хочу Быть Только В состоянии Трезвости Потому Что Себя И Понимаю На 100% Че мне Нужно Вот К Одному Из Самых Таких Казалось бы Безобидных Наркотиков Также Отнесу Еще Дрочку Пацаны Обязательно Все Кто Меня Сейчас Смотрит Завязывайте Устройте Себе Ноу Над Новембр Хотя бы И Почувствуйте Разницу Если Короче Вздрачну Я Иногда Драчу Знаете Вот Чисто Когда Уснуть Не могу Вот Перед Сном Взял Передернул И Полегче Стало Но Вообще Не советую Потому Что Это Очень Организм Много Энергии Отдает В тот Момент Когда Ты Передергиваешь Не Только У тебя Рука Устает А Вот В принципе Короче Если Кого То Интересует Загуглите Почитайте В интернете Там Вся Информация Есть Насчет Вот Этого Много Внимания Уделять Не буду Этому На Стриме А Насчет Запада И Курения Что Хочу Сказать Ну Комент Я Увидел Бля Негрилы На самом Деле Незамысловатые Чуваки И То Что Они Читают Для Них Это Легко Типа Реально Легко У них Это Вот Типа Высыпется Изо Рта Это Не То Что Для Белых Надо Что Выдумывать Придумывать Нет У Черных Просто Все Есть Так Как Есть И Для Них Травка Это Ну Как Сказать Это Другой Уровень Другая Лига Ну Короче Этот Нигерам Даже Бля Я Сейчас Расистки Как Звучу Какие Нигеры Афроамериканцы Во Первых Во Вторых Такие Же Люди Как Мы И Если Че Некоторые Из них Не Курят Они Бросили Курить Потому Что Они Осознают Влияние Всех Психоактивных Препаратов На Их Сознание Вот И Есть Нигеры Которые Ведут Абсолютно Трезвый Образ Жизни И Не Курят И Вот Кстати Я Даже Не Рассматриваю Остальные Вещества Какую-то Синтетику Это Уже Блять Кому Угодно Понятно Что Нахуй Даже Не Нужно Не Нужно Прикасаться К этому Никогда Вот Ребята А вот И Локо Джирока Пришел Вот У меня Буквально Месяц Назад Все Лицо Было Прыща В каких-то В каком-то Говне Вот Я не Курю Травку Две Недели Не Жру Говно Всякое Разное Вот Я при вас Чипсинку Съел Это Максимальное Дерьмо Которое Я могу Себе Позволить Сейчас В плане Диеты Вот Чипсики Это Очень Вредно Ребят Это Не Хата Это Дом И Тут Много Этожей Поэтому Мне В падлу Я Просто Буду Я Просто Буду Сидеть Здесь На Пуфике Почему Локо Джурок Наебывает Людей Почему Ты Это Делаешь Зачем Ты Это Делаешь Локо А покажи Татуировку Рэдди Тудай Бля Короче Вот Я думаю Что Все Понятно Моя мама Охуительно Относится К моему Творчеству Правда Иногда Расстраивается Из-за Матов Но Она меня Очень Поддерживает Очень Люблю Свою Маму И Бля Лишний Раз Вот Сейчас Набери Позвони Своей Маме Скажи Что Ты Любишь Уверен Она И Без Этого Это Знает Но Ты Е Очень Сильно Порадуешь Охуеть Напиши Мне Что Мой Альбом Сли Еще Раз Комментарии Бля Какие Живут Тупые Я Просто Ваху Из Таких Людей Просто Ваху Из Вас Трючок Казантип Уже Говорил Скоро Тоже Выйдет После Альбома Все Новые Треки Которые Не В Альбоме Все Сниппеты Которые Вы Слышали Выйдут После Альбома Вот Бля Вот Молодой Медведик Некому Звонить Бро Позвони Тому Кому Есть Еще Звонить И Главное Чтобы Это Было Правдой А Че Раньше Не Выпустил Блядь Объясняю Чувак Вот Ты Просто Сидишь И Слушаешь Музыку Я Ее Пишу Записываю А Потом Еще Происходит Очень Много Процессов О Которых Ты Наверное Даже Вообще Не Подозреваешь Как И У Всех Артистов Которые Этим Вообще Занимаются И Многие Из Этих Процессов Зависят Вообще Не От Чувак Разберись Пожалуйста В теме Маме Привет Как Придумал Свой Никнейм Это Просто Мое Имя Наоборот Я Слечал Владос Читаю Читаю Еще Вопросики Так Интересный Вопрос Да Сто Пудов Сто Пудов Я Уехал Конечно Если Бы Так Движуха Была Тоже Интересный Вопрос Из Моей Ну Личной Жизни Блять На самом Деле У меня Было Что Короче Я Сменил Вуза 4 И Перепрыгивал Каждый Раз На Первый Курс В одном Только Вузе Я Отучился Два Года И После Этого Обратно Прыгнул На Первый Но Это Все Было Только Для Того Чтобы У меня Была Фора По Времени Чтобы Меня Не Въебали Какие Мусора На Улице Что Типа Блять Ты В розыске Там Иди Служи Нахуй Это Говно Вот Поэтому Я В принципе Учился Ну Типа Учился Числился А сейчас Я Уже Нигде Не Числюсь И Не Учусь Читаю Ваши Вопросики Сейчас Думаю На Какой Ответить Вот Этот Вопрос На Него Отвечу Биты Беру Не Только У Своих Я Беру В принципе Биты Знаете Короче Сарафанное Радио Среди Моих Близких Типа Мне Очень Много Битов Засылают Невозможно Много И Они Мне В принципе Нахуй Не Нужны Я Это Сразу Говорю Если Мне Что-то Нужно Если Мне Нужен Какой-то Конкретный Жанр Там Направление Я Просто Спрашиваю Своих Пацанов И Они Мне Советуют Уже Каких-то Своих Пацанов И Так Мы Начинаем С ними Работать Так 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 Че Есть Вот Это Вопрос Тоже Можно Ответить Короче Насчет Клипов Пока Что Не Знаю Если Объясняю Клип Это Как Возможность Запустить Хайп Вокруг Трека По Новый Если Будет Какой-то Трек Или Там Несколько Треков Которые Прям Бам Вообще Разрыв Будет Жесткий Я Прям Это Увижу А Я Это Увижу Сто Пудово Потому Что Нам Есть Лютые Треки То Думаю Спустя Какой-то Момент Времени Промежуток Мы Че Много Возможностей И Очень Много Предложений С Качественными Там Всякими Услугами И Работой Так что Ребят Ждите Визуализации Будут По-любому Но Не могу Пока Что Сказать На Что И Сколько Чего Когда В Израиль Брат Когда Позовешь Когда Когда Я заработал На твоих Битах Столько Что Смогу Оплатить Уже Себе Билет В Израиль И Визу Или Что Там Нужно Как Как Обносишься К Камеру 163 Ромчик Охуенный Чувак Заебись Отношусь Непосредственно На Альбомчике Есть Трек С ним Очень Пиздатый Скоро Все Сами Услышите Как Какое Самое Значимое Тату Если Честно Даже Не знаю Наверное Наверное Дата Рождения Моей Мамули На пальцах И Еще У меня Есть Мобила С Кодом Телефонным Моего Родного Города Ухта В Казахстане Не был Так Вот Вот Еще раз Еще раз Специально Для тебя Нет Такого Трека Никакой Нет Шапочки И Блять Никакой Шапочки У нас Скоро Будет Совместный Стрим С Плохим Потсом Где Мы будем Готовить Хавку И Вот На этом Стриме Я Еще Раз Повторю Что Нет Такого Трека И Для Его Аудитории Все Разжую Подробненько Пообщаемся С вами Там Пацанята Пришли Какая Диета Просто Не жри Сахар Откажись От Сахара Поменьше Соли Никаких Трансжиров Никакого Вот Блять Масла Больших Количествах Эй Че Кого Ребята Хотите Сальтуху Хуйбану Это Моя Ларка Ты упал Не надо Такая Хуйня Вот И вот Кто Интересовался За Бодигарда Кто Да Брат Там Уже Интересуются Уже Спрашивают За Бодигарда Че Спрашивают Когда Когда В Этот Короче Да Челлендж 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 Для Тиктока Ребят Будет Сто Пудово Вот Сейчас Мои пацаны Кукуруки И Мойотик Запустили Эту движуху Типа Мойот Мувс Типа Вот эта Вся Хуйня И я Уверен Что Мы Отберем С вами Тричок На который Вы Прям Захотите Подвигаться И Сделаем Специальные Движения Для вас Ммм Бодигарда Я думаю Кстати Выйдет Когда-то Трек Потому что У него Есть Желание И он Уже Сидел Что-то Нам Пописывал Так что Пацаны Просто Следите Всему Своё Время Так Читаем 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 Вот это Вот это Вопрос Такой Знаете Типа Не особо Интересный Но просто На него Отвечу Нет У меня Нет Девушки И Типа Не знаю Отношения Это Вот Для Знаете Типа Для У этой Девушки Нет У меня Нет У меня Короче Вот Да Да Чё 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 Да Ну Отношения Не то Что Говно Нет У человека Просто Нужно Быть Готовым К этому И Иногда Есть Вот Это Знаете Потребность В Обнимашках Вот В этой Ласке Безвозмездной Какой-то Хуйне Но Потом Ты Оп И Понимаешь Что За это Нужно Заплатить Большую цену И Сейчас Я Не Готов Платить Никому И Ничего Кроме Донатика Конечно За следение Моих Пиздатых Треков Ты Это Сын Слава КПСС Лока Интересная Гипотеза Когда Потерял Девственность Вообще Девственность Я не терял Я ее Прогнал Просто 14 Лет Кто хочет Кто хочет Украсть Мое детство Не спешите Мне в директ Как относишься К Янгтрапе Да Хуительно Отношусь Написал Мне однажды В инсте В директ И Я такой Вау Мне написал Янгтрапа А через день Я захожу На профиль И вижу Там Уже Чехлы Для телефонов Блять Кейсы Блять Сумки Какие-то Бананы Нахуй И всякую Прочую Хуйню А потом Из него Да Сделали Фон паблик Моргенштерна Так что Ну к трэпе Охуительно Отношусь Конечно Нет Официальный Аккаунт Трэпа Кто-то взломал И сделали Из него Фон паблик Моргенштерна Вот Спрашивают За рост И вес Вот я не понимаю Ты чё Хочешь Мой манекен Блять Сделать Один в один Копию Блять Зачем тебе Вот эти данные Ну чтобы понять Насколько ты большой Хуй 19 сантиметров Рост 188 9 Где-то Вес 70 Блять Устраивает Такой ответ Там штука Очень вкусная Если чё Так спрашиваю Живи Тоже часто Я так Знаешь Для любопытных Я не думал Что ты такой Блять Я думал Ты поменял Как ты Здоровый Конечно Я здоровый Я чё-то хотел Все кто думал Что я маленького Роста Идите Нахуй Ебать Ты шланг В октагон С моё Там залезешь Да пацаны Да с кем угодно Залезу Так-то похуй Главное Чтоб не убили 70 Тодрич Соглашусь Я сейчас Не в своей Лучшей форме Но Меня всё Устраивает Всё Охуенно Я Охуенно Этот Атлет Короче Да я из комик Прикинь Из западных артистов Много кого Очень слушаю И если честно В последнее время Я даже больше Не хип-хоп Слушаю Поэтому Ну типа Не знаю даже Потом как-нибудь Вам подробнее отвечу На этот вопрос Так Чё-чё И тут какие-то Вот уже скучные вопросы Я думаю Что Вот этот ещё Очень хороший вопрос Иногда Прям чувствуешь Кризисные моменты Когда типа Вот ты читаешь Считаешь Считаешь Всё охуенно Кайфуешь А потом бац И ты как будто бы Разучился это делать Как будто бы Никогда этого не делал В эти моменты Нужно просто понять Что Это всё временно И Это не бесконечно То есть Это как началось Это так и закончится В один день Ты проснёшься И такой Вау Такая охуня Так что Не расстраивайся Если у тебя кризис В любом твоём деле В творческом начинании Просто пойми Что кризис Это временная Хуйня И Кризис Это охуительная Возможность Для того Чтобы заняться Чем-то новым И опробовать Свои силы В другом занятии В другой сфере Так что Не теряй своё время Зря И Не нужно негатива В любой ситуации Пытайся найти Какие-то преимущества Есть ли возможность Ноунеймуф Итонуть со мной Да Есть такая возможность Но Тебе надо Делать что-то Поистине Типа Что меня Ну Просто То что меня Приколит Вот типа Меня Гриша Аоджи Будда Заценил Недавно Пацана Зовут Скали Милана Это пиздец Вообще Гений Блять Современности Авангардист В плане Панчи Абсолютно Скали Скали Милано Типа Зацените Вконтакте У него есть Группа Угарный Пацанёнок Лютые вещи Делает Ауф Так Чё ещё По вопросикам Ну Вот такой вопросик Есть Временами Когда Как Типа Нужно Уметь Кайфовать От одиночества Но при этом Чтобы всегда были люди С которыми Ты можешь поделиться Своими Эмоциями Это необходимо Потому что Мы все с вами Социальные существа В первую очередь Но Не должно быть Жёсткой привязанности Типа Что Когда вот ты один Ты думаешь Бля Пиздец Мне хуё Такого не должно быть Ты приходишь один И уйдёшь один И кайфует Себя самого В первую очередь Я оттуда в Питер поеду Чё ещё есть Чё ещё Бро Я хочу купить Пиздец Опять ты себе Сказал Себе Себе Ты сказал И чё Мне с тобой Делать После этой хуйни И чё Я хочу Пиздец Такие Отмайлим Трав Как долго Работал Над альбомом Да бля На самом деле Если честно Если так Взять Посчитать Да недолго Типа Вообще Знаешь Сода Когда Ой извините Когда Девушка супа поела И ты её в миссионерской Ебёшь У неё вот так Это да Это правда Куриного Это да Ладно Хочешь снежок? Не Ничего не употребляю Употребляю Вот Только Только там Или только Я белый И пью снежок Зачем делать Альбомы Старых треков Блять Ты чё Тупой Чё за хуйни Спрашиваешь Ну по факту Скал Альбом Старый Так Чё ещё есть Чё ещё есть Чё ещё есть Вот такой вопрос Да Да Кормит Правда Полностью Обеспечил себя Уже давным-давно Благодаря музыке Вот И желаю Всем творческим Личностям В этом чатике Чтобы вы нашли Уже Быстрее себя И Смогли себя Обеспечить Благодаря Любимому делу Это охуенно Особенно Когда ты просто Осознаёшь Тот факт Что Так происходит Это Ну это тебя Мотивирует И заряжает На работу Очень круто Так Знаешь Каутой Будет ли трек с ним Знаю Каутой С ним Не будет Трека Никогда Ну не Никакого Негатива Конечно же Нет Абсолютно Ебать Только позитив Все Он ли Он ли Позитив Энерги Это мои Позитивные вибрации Вы чувствуете Мою Позитивную Энергетику В ВК Друзья Не добавляю Просто потому Что я не сижу Вконтакте Вообще Не сижу Поэтому Я недавно Добавил Могу вам показать Реально Короче Скажи Про эти видео Лучше Да 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 Позитивные Вибрации Ритмы Пульсации Такая Ходят Кстати Если есть Московские Пацанчики Девчоночки Девчоночки Конечно Больше Приветствуются Сегодня У Дэна Рефлекса Будет Тусовка В Пинхаусе Если есть Кто-то Кто пойдет Можете Майкнуть Можем Даже Сконнектиться И Может быть Даже Вместе Полетим Туда К клубу Грибоедов Отношусь Как К Как К Воспитательнице Из детского Сада К первой Знаете Типа Без нее Моя бы жизнь Пошла бы Не так Как пошла И Спасибо Ей За все И вот Крибоедову Тоже Спасибо За все Там Произошел Момент Моего Остановления Моего Взросления И Нельзя Отрицать Вклад Вот Собственно Так Короче О Нихуя Себе Вот Тут Кто-то Тут Чувак Шарит За Скали Милана Да У него Есть Действительно У него Есть Ипишка С Лилби И он Заскамил Просто Он Заскамил Эту Ипишку Он Просто Напиздил Бабок С кредиток И купил Себе Фит Даже Охуительно Блядь Я бы До такого Просто Не додумался Не то Чтобы Типа Не Реализовал А просто Бо Не додумался Что Можно Скамить Не просто Чтобы Типа Разводить Магазины На шмотки А на Фиты Блядь Рыбаков Ну Он Рыбака То Не разводил Ну Типа Вы Поняли Короче О чем Я Охуенная Тема Да Кстати Не Занимайтесь Подобной Хуйней Потому Что Вас Могут Выгибать А если Вас Въебут То Не сможете Не путешествовать Нихуя А путешествие Это Одно Из самых Кайфовых Вообще Занятий И Это Очень Полезно Для Когнитивных Всяких Функций Головного Мозга Когда Ты Оказываешься В незнакомом Месте В какой-то Ситуации Ты Ищешь Абсолютно Новый Путь И Это Развивает Твой Мозг Вот Поэтому Больше Путешествуйте Если Есть Такая Возможность Откладывайте Бабки Не Тратьте На Сякую Хуйню Вот Отложи Бабки Вместо Того Чтобы Травку Покурить И Возьми Себе Горячую Путевку Ёбни Блядь Хотя Бо В Турцию Ну Грубо Говоря Ты Получишь Куда Больше Эмоций И Пользы Чем От Мимолетных Каких Блядь Вот Этих Надо Было Всем Заранее Вы Поняли Короче Ребят Я Че Та Прям Заболтался С вами У меня Уже Даже Бутылка Танчика Кончилась Поэтому Я думаю Давайте Мы Оставим Часть Вопросов На Следующий Раз Я Пойду Поработаю Думи Приехал Значит Надо Его Максимально Вот Так Вот И Всех Обнял Спасибо Всем Кто Был Сегодня Со мной Тут Спасибо Всем Кто Слушает Мую Музику И Все Ребят Обнял Вас Всех Вы Лучшие Блять Хочу Купити Собиди Таки Як Майя Так Я Хочу Купити Собиди Таки Як Майя Я Хочу Купити Собиди Таки Як Майя Просто Я Хотів Купити